Геополитически это значит, что Россия переходит в режим катка и с попыткой достигнуть каких-то тактических побед, которые сможет конвертировать, чтобы выскочить из этого западного круга, в котором для них сегодня нет победы. Они стратегически проиграли. И будут ждать либо что-то на линии фронта удастся, либо дипломатически что-то удастся. Они будут кидать дополнительные усилия. В частности, любую свою слабость они будут продавать как благодетель, как жест доброй воли, как это было с отведением войск из-под Киева. Так и тут сейчас будет, вот смотрите, видите, самолет судного дня не продемонстрировал, не говорил о ядерном уничтожении мира, не говорил о том, какие победы достигнуты и прочее. Это все для того, чтобы продемонстрировать, что есть поле диалога и возможности диалога с Штатами, с Европой и прочее. И будет целый ряд Путин-Ферштейновских эмиссаров сейчас отбегать ключевые столицы мира и говорить о том, что смотрите, он не свихнувшийся, ну да, просчитался, ну да, попытался откусить больше, чем смог. Но надо же теперь дать возможность сохранить лицо, ведь иначе тогда пойдет до конца. Вот смотрите, окно возможностей для этого открылось. И было продемонстрировано не просто, аж 9 мая. И вот эти вот тезисы, условно, они сейчас будут активно задействоваться. Либо, извините, сейчас это говорю, либо будут ждать, что что-то поменяется в мире, что откроет окно возможностей. Ну, никто не знал, что там, например, порт в Беруте взорвется, да, цилидры. Либо какие-то еще другие события, которые могут просто подтолкнуть ситуацию к тому, что для России появится трещинка, в которую она сможет попытаться залезть. Только есть одно «но». Таймер обратного отчета отлистывает. Как внутри режима мы видим, что он все больше и больше по маленьким элементам, но коллапсирует. И там накапливаются эти проблемы, которые он не способен решить. Так и база «Рамштайн», «Ленд-Лиз», которые уже приближаются. Их видно уже не просто на горизонте, а уже можно измерять дни, недели до того, когда они станут значительным фактором перелома ситуации на фронте. И эти два таймера, они будто тиски изнутри и снаружи сейчас сжимают вот этот вот тоннель возможностей для Пухина. А Путин и режим пытаются замедлить это. Они пытаются сократить время. Посмотри, как на начале войны динамика сама Россия загоняла специально. Они пытались на одну единицу времени успеть как можно больше действий. И они пытались задать скорость. А сейчас такое впечатление, что они все дружно, начиная от Путина, заканчивая последним каким-то мэром где-нибудь в захолустье российском, держаться за этот топ-кран для того, чтобы максимально тормозить поезд. Потому что понимают, что туда, куда он летит, это для них уже однозначная катастрофа. А растянуть время движения туда, это возможно хотя бы получить иллюзию того, что можно выскочить из этого. Я хотела тут ставить спейс-копеек и попросить прокомментировать. Выскочившего у Макрона, который тут же, что не надо обижать русских. Это что? О чем это говорит? Ну, у Макрона есть, собственно, избиратель. Вот социологию получают. Франция сейчас слабое звено в европейской коалиции ввиду серьезных влияний российских элит, экономических и культурных, белая миграция, связи плюс травмы исторические, образ России как некой великой, могучей и прочее. И там есть серьезная инерция в том, что происходит с тем, как это представляет значительной части французского общества. То есть так же, как в Германии есть своя инерция. И так получилось, что два ключевых геополитических центра Европы, они долгое, длительное время обрабатывались Россией, причем сегодняшней, Советской Россией и Имперской Россией. И тут, конечно же, закладок множества, множество точек соприкосновения, чувствительных тем. И это формирует вот эту инерцию. Другое дело, что на этом фоне, особенно когда выборы погрузились и Франция, и Германия, неожиданно для очень многих. Я думаю, что и для самого Брюсселя неожиданно. Но Европейский Союз, европейские общие центральные институции смогли перехватить на себя пальму лидерства, которую обронили Берлин и Париж. И сконсолидировали европейское пространство, оперелись на страны Центрально-Восточной Европы сначала, потом расширили это шире. Сейчас мы видим уже Италия с четкой позицией выступает. Они нашли точки соприкосновения и с Британией, и с Соединенными Штатами. В общем, в какой-то момент даже был интересный перелом, когда Европа выступала с более жесткой и истребинной позицией, нежели, например, те же Соединенные Штаты. Как говорил Черчилль, Соединенные Штаты всегда примут правильное решение. Но только после того, как испробуют все неправильное. Вот Брюссель решил не пробовать все неправильное. Ему удалось быстрее этот путь пройти. Может быть, менее правильное решение, но быстрее. И это было значимо ровно для того, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к более решительным действиям и более последовательным. Поэтому, конечно, Макрону не стоит удивляться. Это не вчера родилась эта ситуация. И она еще пока никуда не исчезнет, к сожалению. Там достаточно рабочий, кстати. Вот честно, положу руку на сердце, там мы очень просто часто не дорабатываем. Там очень неплохие были бы позиции у нас для работы. И ведется работа. Но просто мы много лет делали вид, что нас там нет в французском поле. И, к сожалению, мы очень много упустили исторически. То есть мы сейчас выгрызаем то, что, в принципе, могло бы быть наше по праву еще заранее. И мы сейчас разгребаем те конюшни, которые нам оставлены за долгие-долгие годы. Французское направление очень перспективное и очень интересное для Украины. Если говорить об влиянии вообще России, то оно, конечно, очень серьезно снизилось. И даже во Франции, и даже в Германии. Пространства само для этого влияние малое. Почему я говорю, что сейчас они будут создавать точки для себя новые, через которые пытаться расшатать западное единство. Но Макрон как раз помогает в этом. Ну, слушай, Макрон заигрывает. Макрон заигрывает, но сразу же получает для себя электоральный ушат на голову. Поскольку пророссийский избиратель по большей степени во Франции пассивный. А проукраинский сейчас он на пике. Украинский пассионарный, а российский маргинальный. И поэтому, заигрываясь с тем избирателем, говоря приятные вещи в сторону России, как бы так покасательно, не говоря о главном, в главном оставаясь последователем, но эпитеты подбирая хорошие. Он как бы ласкает уши этому пророссийски, в различных степенх пророссийской степени. Не обязательно любить Россию, а просто которые имеют определенное представление о России, такое стереотипное, отяготеющее к некому образу великости. Им ласкает уши, но в этот момент получает оплеуху от проукраинских, проевропейских настроенных частей французов, которые готовы за это выходить на улицы, например. Субтитры создавал DimaTorzok